здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня я в мини версии разбираю жилет который вам понравился и мне тоже и вы ничего не поняли из видео большинство из вас что в принципе я вас понимаю вот сегодня я вот на маленьком жилетике разберу это все подробнее учту некоторые рекомендации из из комментариев там не помню кто но именно по рекомендации я как бы упрощу это сокращение поэтому девчонки расчетов сложных не будет все максимально упрощено поэтому не боимся и вяжем вот даже не будет маркера и листочка сегодня все будет очень максимально просто девчонки вот посмотрим от начала до конца видео перед перри ночуем переспим с этими мыслями а завтра начинаем вязать жилет и так первое что единственное что вам нужно будет рассчитать это ширину изделия то есть свяжите образец и рассчитайте это мы умеем ссылку на видео с расчетами быстрыми я оставлю под видео в описании как это сделать как рассчитать ширину но и единственное что скажу что на свободу облегания где-то в 10 сантиметров я бы добавила то есть окружность груди измеряем и к окружности добавляем 20 то есть если в круговую мы вяжем то мы добавляем 20 если мы вяжем две детали то 10 сантиметров турист на то есть на полу обхват мы добавляем 10 сантиметров к для особо ну к вашему полу обхвату 10 сантиметров для свободы облегания еще что хочу сказать учитывайте вот образец учитель на давать это что резинка 2 на 2 стягивается и вам придется либо разутюживать либо стирать раскладывать зависимости от пряжи потому что нам не нужна вот такая жилетка нам нужно красивая вот такая вот резинка 2 на 2 которая не стянута если следовать оригиналу правильно но это зависит еще и от пряжи в зависимости от пряжи вам может даже не придется обрабатывать поэтому рекомендации по пряжи девчонки пожалуйста пишите ваше мнение под видео тоже в комментариях с удовольствием почитаю я почитаете вы то есть девчонки почитать кому нужен будет совет поэтому делимся делимся своим опытом своей информации так далее что еще к набору петель к набору петель девчонки я набрала 120 петель число петель кратное 8 что неправильно потому что у меня вот смотрите приходится ой у меня для убежала так сейчас я быстро спасу петлю вот неправильно почему сейчас я вам все объясню после спасения этой петли как я так могла ну да ладно так это не отсюда петля или ее надо еще провязать так что следите если вам по ширине конечно 16 петель это достаточно много да это около 4 сантиметров хотя я думаю 4 сантиметра большой роли не играет вот если разделить все вязание нам придется его делить на четыре части правные нам нужно чтобы вот это вот половинка приходилось на середину лицевой петли вы поймете почему именно это это так важно вот а у меня число кратное 8 мне не хватает еще 8 петель чтобы все у меня села прекрасно поэтому у меня что что у меня получается у меня получается что один раз у меня посредине лицевых один раз последний изнаночных опять среди на лицевых опять среди на изнаночных что это значит что там где лицевая я сделаю вперед и спинку вот вперед у меня будет нитка значит мы из него сделаем спинку сейчас я провяжу до этой половины а вот где изнаночная мы сделаем боковушки что я же говорю неправильно вы сейчас поймете почему поэтому девчонки следите за этим либо у вас получится так как у меня либо получится так как по оригинале вот поэтому это очень важный момент число петель кратно 16 так сейчас я передвинусь к боковушке и мы сейчас будем разделять мы сейчас будем вязать полочки сейчас а передвинуть к боковушке так как это предлагать потому что у меня вот начало ряда я же не хочу чтобы вперед был со стыком ну то есть начало конец среда и и такое я хочу хотя бы фотка инстаграм на я получилось у меня поэтому кстати девчонки подписываемся на инстаграм пожалуйста мне очень нужно добить до 10 тысяч чтобы я могла ссылочки оставлять ссылка на инстаграм тоже будет под видео там я не со мной проще общаться если у вас будет какая-то просьба что-то разобрать какой-то узор какую-то модель там пожалуйста в директ мне пишите вот и все интересные моменты я обязательно разберу так так вроде бы как а у меня тут половину меня что-то один маркер вот он и так что у нас здесь получается вот мои спинка потому что здесь ниточка и вот вперед и я сейчас буду вязать вот эту вот левую полочку для этого я просто ее сейчас буду вот смотрите сейчас у меня вот это изнаночная превращается в кромочную и потом идет две лицевые а мне нужно чтобы у меня лицевая превратилась в кромочную и после нее было 2 изнаночные но это как образцу если вам это не принципиально то вообще даже не парьте голову то есть достаточно будет кратно 8 а если вы перфекционист которым я не являюсь к сожалению иногда мне этого не хватает вот что вы конечно наберите в число 5 кратная 8 от 16 так и здесь а здесь вот смотрите почему я обратила внимание вот две лицевые у нас идут по центру 2 изнаночные и лицевая превращается в кромочную все мы поворачиваемся держим изнаночный ряд я пока оставлю маркеры чтобы не пролететь вот видите что мне нужно было значит здесь у нас теперь изнаночный первый ряд после кромочной и второй ряд он будет ведущим это значит что после вот этого второго так еще раз объясняю смотрите изнаночный ряд это ряд перед сокращением внимания перед тем как вы сокращаете значит здесь у нас кромочная 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная значит если посчитать по петлям после кромочной 7 8 9 10 мы провязываем вместе изнаночной то есть вот эти 2 лицевые 3 от кромочная третью дорожку 1 2 3 мы просто сократили мы вот эту вот изнаночную провязали с этими двумя вместе 3 вместе то есть мы полностью убрали вот эту вот изнаночную дорожку с лица третью сначала 10 раз повторила 1 2 3 все аннулировано теперь для проймы нам нужно точно также третью с конца точно также убрать так 1 2 у нас же вот этой вот нет вот почему у меня так получилось здесь у меня 2 то есть у вас должно быть 3 если у вас кратно 16 то есть здесь 1 2 и вот это вот изнаночная вот видите поэтому и запутано получается это мне нужно убрать то есть если считать лицевые то здесь должна быть лицевая которая у нас нет 1 2 3 убрали ну здесь по сути вторую опять я вас наверно запутала сейчас покажу вот у нас лицевая превращается в изнаночную здесь виднее здесь вот смотрите у нас 1 2 между 2 и 3 мы их ликвидировали изнаночной и здесь 1 2 между 2 и 3 тоже ликвидировали то есть и здесь и здесь у нас одинаково единственная разница здесь нет вот этого ряда изнаночных что очень жаль вот здесь у нас заканчивается лицевыми вот итак теперь мы будем делать вот эти вот сокращение девчонки сокращение каким образом спасибо большое моим подписчица вот вы подхватываете видите то что мне не доходит с первого раза вы мне подсказывайте спасибо большое если я найду этот комментарий я буду видео обязательно его вставлю вот либо закреплю его в предыдущем ролике значит снимаем эти две лицевые это у нас пройма нам нужно переместить сюда петли слева направо две первые лицевые ведущие снимаем и перемещаем их сзади и берем с основной спицы петлю переодеваем ее на дополнительную провязываем две петли вместе спасибо вам за упрощение девчонки не я поищу все таки пути монтировать буду ночью я поищу этот комментарий и прикреплю его и вторая точно так же вот мы их переместили красиво волшебно теперь передвигаемся ко второму к вырезу горловины и теперь здесь вот они вот уже провязала вот они 4 петли которые вместе между ними изнаночных нету теперь нам нужно сюда переместить а сюда а вот сюда уже интереснее смотрите а ну да все все то же самое теперь мы берем сюда одну отсюда и теперь со вспомогательной мы переносим на основную и провязываем вместе мы перемещаем справа налево и вторую петельку точно также берем и перемещаем справа налево есть так видно вот смотрите пройма значит пройму и как я говорила первое видео сейчас вяжем 8 рядов и не сейчас вяжем 9 рядов и в десятом через 9 рядов в десятом делаем точно также в оригинале это там где-то три сокращения таких в каждом десятом ряду а вот здесь вот в каждом восьмом то есть через 7 рядов то есть сейчас я здесь на образце не буду делать три я буду делать его только вот эти у горловины потому что петель очень мало вот здесь этот маркер уже снимаю то есть сейчас я вижу 7 рядов по узору просто и так я провязала не 7 рядов а 6 потому что всему седьмом ряду нам снова нужно убрать изнаночные которые у нас должны аннулироваться вот видим да что вот это вот у нас неизменно ось не туда девчонки это пройма пройму я уже не трогаю потому что маленькое изделие значит следующие четыре петли мы будем сокращать то значит что вот у нас ведущая 1 2 здесь вот эти две и этим 2 мы будем сокращать то есть это у нас остается вот она а следующий 4 мы сокращаем это значит что в седьмом ряду мы делаем убираем вот эти вот 2 изнаночные а вообще девчонки пока вязала подумала зачем вам путаться девятый десятый ряд делайте все в восьмом ряду и не мучаетесь так вот смотрим вот эти вот 2 изнаночные вот они по лестнике ну они лицевые лицевые на изнанке мы убираем то есть вот это вот изнаночная мы провязываем последняя изнаночная мы и провязываем вместе с этими двумя лицевыми то есть три вместе ну и лицевой ряд так если вы делаете но если вы вяжете большую деталь то у вас и эту и эту вы выполняете я выполняю только вот эту а вы и эту ну то есть и здесь у вас уже этих двух не должно быть это понятно то есть вяжите как как первый ряд как второй вначале вот так здесь снова снимаем на дополнительную спицу и вперед потому что у нас переброс справа налево если слева направо то дополнительную спицу назад если справа налево ту перед работой вперед и вот таким вот образом вы сокращаете столько сколько вам нужно да вот этих вот петель сократить если вы будете обвязывать то вам их нужно сократить побольше чтобы в разные вырез бы я сокращу наверное еще провяжу немного сокращу еще раз вот и на этом закончу и потом будем с вами вязать правую полочку вот видите вот они сокращения еще конечно вот плохо видно наверное я не буду сейчас сокращать чтобы хоть какая-то видимость была вот эти сокращения у нас идут на пройму эти на вырез горловины вот видите вот здесь первое неудобство мини версии я просто довяжу до верху и потом скажем с вами правую полочку итак девчонки вот одну как бы левую полочку я провязала я надеюсь вам было понятнее чем в первом видео значит что еще хочу подытожить значит так чтобы вы не путались всегда мы идем как бы перемещаем в ту сторону где у нас кромка то есть значит чтобы вы не путались вот обратите внимание что всегда перемещается в сторону сюда как бы сторону среза здесь справа налево сюда всегда уходит как бы средств это просто чтобы потом как бы ориентироваться да ну и и правая полочка теперь я сейчас провяжу правую полочку и еще раз закрепим результат и свяжем спинку вот а кстати высоту вы тоже корректируйте тоже по себе я закрыла петли оставшиеся вы можете оставить на спицах дополнительных либо на булавке чтобы потом сшить я просто чтобы лишние спицы мне не мешали поэтому я вот таким вот образом закончила пока а потом будет видно значит в изнаночном ряду что нам нужно сейчас раз два здесь вторую вот эту полосу удалить этих изнаночных да то есть если считать лицевой между 2 и 3 и здесь изнаночный но здесь третью между 2 и 3 лицевой здесь 1 2 вот это между 2 3 и здесь тоже между 2 3 вот это вот вот а то есть вот вторая полоса лицевых петель с лица и здесь мы изнаночную и 2 лицевые провязываем как 3 вместе то есть а нуллируем то же самое делаем с другой стороны и в вы можете с лицевой стороны эти как бы петли обозначить маркером чтобы не считать а просто обозначить между 2 и 3 полосой кинуть маркер 1 2 2 и 3 вот здесь вот тоже изнаночная и 2 вот эти лицевые я сокращаю сокращаем это мы повторили на что ряд перед сокращением и мы убираем эти эту изнаночную дорожку теперь что делаем здесь кромочная 2 изнаночные это у нас перед горловины 2 лицевые 2 изнаночные и вот они 4 петли теперь если слева направо девчонки снова повторяем если перемещаем слева направо дополнительную спицу оставляем сзади вот и перемещаем с основной спицы на дополнительную петлю провязываем 2 вместе и вторая петля провязываем 2 вместе теперь вяжем сюда так вот они следующие наши уже у проймы эти 4 петли если перемещаем справа налево я правильно там сказала слева направо а здесь справа налево то оставляем дополнительную спицу перед петлей и снимаем петлю с дополнительной спицы на основную провязываем вместе и вторую тоже самое все я думаю понятно то есть мы всегда перемещаем в сторону среза петли все и продолжаем то есть вы вяжете со стороны проймы 3 раза максимально 4 сократить сделать сокращение но это тоже в зависимости от того какую пройму вы хотите понятное дело что в оригинале очень тонкая вязка там их 3 сокращения вам может быть достаточно будет и 2 то есть 8 петель ну возможно 12 петель смотрите девчонки в передней же детали вырез V-образный вырез там вплоть до того что прям до конца тоже зависит от того сколько вы хотите как бы какой вы хотите вырез возможно вы его вообще не будете обвязывать потому что он красивый будет и так без обвязки вот это вот майка жилет так что вы тоже подумайте как вы хотите по итогу вот ну а я сейчас довяжу продублирую эту детальку и сделаю спинку так 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 значит вот мои две полочки так называемые уже все вырисовывается я так думаю уже понятно что касается спинки вот я закрыла по одному разу как и на передние детали и вяжу всю спинку в общем для спинки я закрыла средние петли и теперь что что я сделаю то есть разделила как обычно но как бы закрывать петли я буду наподобие как там но просто по две петли не буду уже делать вот такой вот канди бобер просто после кромочной ставлю две лицевые и здесь вот закрою эту петлю то есть изнаночными петлями чуть подвину вот две кромочные у меня пойдут сюда что еще хочу пока вяжу скажу по поводу этих закрытий если вы девчонки вот все таки вяжите вяжите и решили что вы не будете обвязывать чтобы оставить его вот я же говорю в таком виде оно достаточно будет красиво и без обвязки то есть оно уже как законченное изделие и мне оно нравится вот в таком вот виде но это на ваше усмотрение если хотите вот эту обвязанную v-образную горловину при том что по моему мнению она там двойная которую вы сможете связать я вам оставлю ссылочку джемпера и там двойная подробно вот это горловинка обязана именно таким способом и подшита поэтому перейдите по ссылочке и это кто уже будет вязать потому что я здесь уже не буду ее вязать эту горловину это нет смысла так и еще одну петлю я сокращу то есть изнаночными петлями я буду провязывать по 2 вместе вот тут смотрим чтобы у нас совпадали вот эти вот петли вот я сейчас пересниму то есть распущу вот эти вот и мы с вами закроем одну половинку вторую я доделывать не буду это понятно что как бы вырез на горловину по спинке мы делаем на свое усмотрение вот так как я закрыла две петли вот штук пять петель вам будет достаточно при этом плечевые швы должны у вас запасть так можно сшить шок в шок но я этого делать не буду я закрою крючком при том что у меня тут две нити так и я что я сделаю я делаю это двумя как бы обеими нитями для чего для того чтобы у меня плечо хотя бы две петли да а потом одну мы уберем чтобы излишнее не уплотнять просто чтобы вывести вот эту вот как бы нить от края чтобы она у нас там не вздумала выглядывать вот почему я не люблю на плечах сшивать петля в петлю потому что потом это плечо растягивается вот возможно не во всех изделиях не из всякой пряжи но растягивается и потом это плечо как бы смотрится не очень не очень вытянута так как при сшивании вот допустим трикотажных изделиях используется лента вот такая фиксирующая вот обратите внимание на футболочках которые качественные всегда по плечку пришита лента не не тянущаяся для фиксации плеча то вот в этом как бы этот шов сшивающий выполняет функцию фиксации по сути потому что если мы сошьем петля в петлю то уже у нас это полотно будет тянуться туда куда ему удобно а если вот так вот то оно уже более менее зафиксировано вот почему я предпочитаю сшить крючком чем петля в петлю вот здесь замаски и точно так же доделать вторую и точно так же доделаем вторую половинку и вот что у нас получается вот таким вот образом девчонки здесь здесь оригинал у нас вот в таком кстати что должна вам сказать изнаночная вот две лицевые петли мне нравятся больше чем две изнаночные после кромочной так что вот неизвестно что лучше вот понятное дело что она постирается вот так вот будет выглядеть ну здесь еще горловина не знаю сейчас покажу вам ту горловину вот мои хорошие вот это видео видите она здесь двойная вот вот таким вот способом вы можете обвязать этот жилет понятное дело сделать пошире этого уже ваше желание на ваше усмотрение поэтому сейчас я заканчиваю видео как бы сам самую большую проблему как бы вот эти закрыв закрывалки сокращения я разобрала вот вот здесь видно у нас направление их с этим мы разобрались самое главное вот вырез горловины по спинке либо оставляем ровным если не будем обвязывать если будем обвязывать то делаем классический вырез как бы на горловину и тоже зависит от того какой ширины у вас будет обвязка все девчонки я надеюсь что теперь вам все понятно а на сегодня все с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока